Тебе будет приятно, если я тебе скажу, что мне не нравится твой... Допустим, ты принесешь мне стаканчик, и я тебе скажу, а мне не нравится, как ты сделал, я хотела по-другому. А ты старался, сидел, делал, и как тебе? Обидно будет, вот, будет обидно. А папе как будет? Обидно? Да, обидно. До тебя дошел смысл моих слов? Да. Да, дошел. Дамир, пожалуйста, у меня такое ощущение, что я тебя пытаю. Нет. Нет, не пытаюсь. Я тебя пытаюсь донести смысл своих слов. И что мы хотим сказать в связи с этим? Папа, извини. Понятно. А вывод какой ты сделал? Я бы так не был. А почему ты у меня спрашиваешь? Я спрашиваю, какой ты вывод сделал? А не надо мне варианты подкидывать. Я не могу вывод. Итог. Что ты понял? Я понял, что так нельзя делать. Но стаканчик не нравится все равно. Нравится. А что тебе не нравится он? Не нравится. Прекрати меня. Я сижу в куртке. Хватит меня елозить. Ой, я мокрая вся. Мне жарко. Не прислоняй его к лицу. Это будут карандаши там лежать. Не надо такое к лицу прислонять. Я не думаю, что он настолько чистый, что прислонять его к своему лицу. Не надо черти что к лицу прислонять. В общем, вот этот стаканчик. Что-то мне камера сказала, что что-то ей не нравится. В общем, телефон у меня дает сбои по всем параметрам. Вот так у нас происходила воспитательная беседа, так сказать, на тему нужно ценить то, что для вас делают другие люди своими руками. И это, Дамир, не просто купить красивый стаканчик, что гораздо проще. Проще пойти в магазин и купить. А сделать своими руками гораздо тяжелее. И это должно цениться, Дамирчик. Должно цениться. Я вот, может быть, хочу красивую одежду купить себе. Сарафаны какие-то красивые на лето, еще что-то. И представь мне, папа это все возьмет, купит, подарит. А ты мне принесешь какую-нибудь открыточку подаришь. Что будет ценнее? Конечно же, открытка, потому что она сделана своими руками. С другой стороны, конечно, папа тоже, чтобы купить, допустим, допустим, гипотетически, чтобы купить эти сарафаны, еще что-то. Папа же тоже прилагает усилия. Папа для этого зарабатывает деньги. Папа для этого ходит на работу. Правильно? Да, ну, тогда это тоже очень ценно, потому что он тоже прилагает массу усилий. Правильно? То, что делает со своими руками, оно всегда вдвойне ценнее. Особенно подарок от ребенка, если он старался. Ну, вот я хочу сказать, что папа очень старался для тебя. Пусть это какой-то ерундовый стаканчик. Блин, у меня то ли ворсинка, то ли котоволосинка. Что-то тут попало. И мешает мне, мешает. Я не пойму. О, все, убрала. Ты все понял уже? Да, я не поняла, почему ты такой, Мирчик? Почему ты так говоришь? Я не поняла. Я не поняла истерик в магазинах, когда тебе купили до этой пятой-десятой из сладостей. А у тебя истерика в магазине, что ты еще хочешь что-то купить. А мы говорим, хватит, Дамир, хватит, нагребли. И дело даже не в деньгах, хотя и денег тоже это все стоит, не маленьких. Грести столько сладостей. Дело даже не в деньгах. И мешает, это срок сладостей. Что? Срок сладостей. Какой срок? Нет, Дамирчик, нет. Просто сладостями ты не накушаешься. Надо кушать серьезную еду. И нужно делать весь упор на нее. Брать король обычной еды. Мясо брать, овощи, фрукты. Нет, ну, дорогой мой, что значит ты овощи не любишь? А в суп ложить лук, морковку, картошку. В суп ложат? Ну, так же? Ну, кладут же в суп это все. Да, да. Ну, супа без них не будет. Одну юшку с курицей попить, тебе не вкусно будет. Чтобы вкусненький был суп, надо все это положить, чтобы он наваристый был, витаминный, чтобы вкусно было. По-другому не получится. Картошечку. По-другому не получится. Ну, так это надо все покупать? Супик надо кушать? Супик для животика надо кушать? Надо кушать супик для животика. Ну, это все надо покупать. И на это нужно делать основной упор. На основную еду, на серьезную еду, нужно делать основной упор. А сладостей нужно брать меньше. А получается, будь твоя воля, ты бы нагреб сладостей и почти ничего не взял бы из основной еды. Правильно? Да. В общем, ладно. И люди, и кони. Все смешалось в одно. Все, друзья мои, будем дальше собираться на прогулку. Цените, пожалуйста, то, что делают для вас другие люди своими руками. Это очень важно, я считаю. Продолжение следует...